Этот червь действительно ужасен. Сейчас он голоден и ищет жертву. Он плотояден и в его рацион входят в основном дождевые черви. Иногда он пожирает улиток и многоножек. Необычен его внешний вид. Его голова напоминает молот. Отсюда и название – молотоголовый червь. Когда червь выслеживает свою жертву, он обвивается вокруг нее, как змея, и опутывает слизистыми выделениями. В них находится в небольшом количестве нейропаралитический яд – тетрадоксин, используемый также для защиты от хищников. Он быстро попадает в кровь. Ротовое отверстие располагается ближе к середине нижней части тела червя. Обволакивающая добычу слизь выполняет дополнительную роль пищеварительного фермента. Хищник просто высасывает содержимое переваренных внутренних органов жертвы. Род червя также служит его анусом. Червь может прожить несколько недель на своих запасах и будет пожирать свои собственные ткани для еды. За неимением дождевых червей, улиток и многоножек они могут поедать себе подобных, то есть являются каннибалами. Молотоголовые черви по существу бессмертны. Обычно червь размножается путем фрагментации, оставляя за собой кончик хвоста, прилипший к листу или другому субстату, который затем развивается во взрослую осадь. Если черви разрезать на куски, то каждая секция может регенерировать в полноценный организм в течение нескольких недель. Поврежденные черви быстро регенерируют поврежденные ткани. Молотоголовые черви широко распространены в Юго-Восточной Азии. Наибольшие их популяции наблюдаются в тропической и субтропической зоне Индокитая, особенно во Вьетнаме и Камбодже. Вместе с экзотическими растениями они были завезены в Европу и Северную Америку, где успешно акклиматизировались в условиях умеренного климата. Здесь они живут преимущественно в оранжереях и ботанических садах. Черви довольно длинные и могут достигать 60 сантиметров в длину, но обычные их размеры не превышают 30 сантиметров. На этом канале будут выходить короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и включите колокольчик. Обязательно посмотрите плейлист с другими роликами, они короткие и не займут много времени. Пока!